сегодня я хотел бы вам рассказать по одной из технологий это как вы знаете есть цикл разработки новой программы как он из-за чего она начинается примеру первый начинается из заказа там клиента то есть какой-то клиент хочет что-то ну вот наше подразумевание клиент это значит тот кому нужна программа ну это возможно вы будете сами разрабатывать какой-то стартап и запускать в мир или там вы будете для кого-то это какую-то программу писать это не важно главное есть какой-то клиент кому нужна это ваша программа значит после этого идет вторая часть это бизнес аналитика то есть кто-то кто не умеет анализировать те или иные аспекты там то есть анализирует как это все можно сделать что нужно там делать какие данные исходные нужны будут там или там и так далее вот бизнес аналитик он анализирует вот эти вещи и вам как вашему пьему проект менеджеру передает данные что нужно реально сделать то есть уже в на более техническом языке все это передает а потом идет уже по ваш проект менеджер для ваших программистов уже как бы отдельно отдельно дает как бы задачи и каждый программист решает свою задачу вот в этом разработке есть такая вот такой момент где после пьема идет сначала создание дизайна потом разработка потом тестирование куа тестирования да и после того как у от и стерва все нормально прошло и вы отдаете клиенту этот такой есть момент не всегда кого тестирование может вам помочь правильно протестировать все возможные не всегда как бы правильно протестировать все что вам нужно или же куа тестирование некоторое время будет как бы дорого стоить для проверки при каждом релизе релиз это значит релиз это когда вы запускаете свой продукт на продакшен то есть использование реально используем и так есть такой момент такие вещи то есть моменты программы которые можно тестировать автоматически то есть вы можете написать свой какой-то скрипт и на основе этого скрипта вы можете писать программу и тот скрипт который вы написали до того как вы пишете программу он сам будет проверять это все ваши ваши коды правильно вы сделали меня тогда вот это все это называется у нас тттт тест-дривен-девелопмент тест-дривен-девелопмент это имеется к примеру там если возьмем четыре фактора первое это при этом станции фичи реку армис это получение первое это значит ритмон стенд фичи реку армис то есть первое это ваш пиэм вам задал какую-то задачу что-то вы должны сделать что вы должны сделать сон он каким-то списком фичер он вам это дает так после этого второе write tests for features то есть у вас уже какая-то фича есть какая-то но какой-то новый функционал у вас уже есть который нужно разработать и вот вы для этого этой новой фичи вы пишите какие-то тесты пусть то как вы тесты написали вы его имплементе фичер антел алтас пикам при после этого вы эти тесты запускается своей программы и тесты у вас не проходит потому что у вас нету того функционала который нужно было сделать и вы пишете уже функционал под этой тесты и получается если все тесты зеленые то есть если они все прошли то это считается вы правильно все это сделали и как бы рефактор заказ то есть оптимизируется ваш код ну рефакторинг делать и выводить на продакцию вот как видите здесь получается значит что у нас есть мы обычно когда пишем новые программисты которые только начинают они как делают клиент ему дает что-то говорит мне нужно как бы сделать сайт который будет примеру продавать авиабилеты вы берете начинаете делать сайт первая ошибка ваша это то что программист не умеет на самом деле дизайн делать вы либо сами дизайн делаете верстку там html css и так далее почему потому что вы знаете это все вроде бы и ваше основное время уходит на дизайн или более умный продвинутый наш джуниор он может что сделать он взять готовый дизайн купить и на этот дизайн начинает свой сайт да это хорошо клиент сказал ему дизайн далее он пишет сайт да это хорошо но не учитывает одну вещь что он вам заказал не просто какой-то сайт визитку а заказал создать онлайн продажу авиабилеты это значит вам нужно каким-то образом подключается на какие-то внешние внешние сайты то есть на авиакассу онлайн там или еще куда-то да вот и и таких случаях у вас возникает такие не управляемые моменты где возможно и 5 у них то упадет возможно какая-то сумма очень большая и они вам проводку не сделают у вас не хватает баланс и так далее вот такие случаи обычно выходят уже на ну на первый день не выходит а когда уже запускаете на продакцию такие вещи начинает выходить хотя в документации у вас это все были из этого не нужно торопиться уже как вы получили требования по функционалу не нужно там торопиться и нужно и переходить уже на создание самого сайта а нужно первое определить какие моменты вам нужно сделать как они должны работать и так далее ну у нас еще есть такой момент хотя бы там если взять там видел программисты да он тоже делает такую же ошибку когда он дается какая-то фичер он сначала все свои функционалы для этого фичера он создает а после этого он создает тесты то есть для проверки своего функционала а потом уже отдает продакшен но по статистике где-то 60 процентов программ они не имеют тестов то есть только потому что это дорого это получается вы одной для одной и той же функционал вам нужно будет два раза больше времени а клиент он не будет платить вам два раза дороже на одни и тот же продукт один с тестом один без теста большие компании которые завтра возможно будете работать как там узнают о фейсбуке google и так далее да а у них там это требование есть без тестов ваш код хоть он рабочий он не принимается и такой вот принципе берет чтобы у вас это все было итак заключение могу сказать первое когда вам даются какие-то фичер вы эти фичер для этот фичер сначала пишет 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 тесты то есть это значит проверка вашей функции он разных при разных операндов атрибутов он должен какие-то разные данные ответы давать правильно ли все это работает разрабатываете код пока эти тесты все проходят а пусть пока нет не пройдут и если все тесты это пройдут потом вы уже его отдаете на продажу и это пишется следующим образом юриторан стенды рекламы партика фичер то есть вы читаете и понимаете конкретные вот требования для одной какой-то новой фичи и долл upset of tests which check the feature для одного фичер для одного нового функционала вы пишете несколько тестов множество тестов которые будут тестировать ваш этот новый функционал you develop the feature until all tests become green вы теперь разрабатываете саму функционал саму функционал нас пока все тесты не пойдут и рефакторинг декор как это все делается примеру давайте возьмем такой пример нам нужно соединить два стрима string1 string2 вам нужно было просто их соединить ну создаем проект какой-то там создаем эти функции и здесь как вы видите кроме нашего кроме нашего основного main вот он вот этот наш main кроме нашего основного main source у нас есть еще и test package и в этот test package мы начинаем писать уже код который будет тестировать наш функционал то есть я пока ничего не написал к примеру пока что вот это пусть будет return 0 0 да пока ничего не возвращает в начале но прототип просто есть что вы пишете делаете создаете объект к примеру да потом этому объекту передаете на вашу новую фичу передаете две функции вот слово bear и кеда к примеру и вот функция тестирования функция тестирования начинается со слова assert assert equals assert equals это значит что я проверяю результат который приходит отсюда вот он я проверяю результат и этот результат должен быть словом береги такой вот то есть слитно написано два слова если все это слово правильно написано и вы запускаете тест как это запускается вам нужно просто правую кнопку нажать и и сказать тест если этот раз проходит он вот говорит тест пасет сто процентов то есть все тесты прошли куда че вот это самый простой вариант написание программе с помощью тестирования значит это вот тест каждый раз когда вы запускаете новый тест каждый раз когда вы компилирует свой код, он запускает тестирование и все проверки он делает. И ваш функционал исправляется до того момента, пока не пройдут все тесты. Можно вопрос? Можно. Вот эти вот тесты, они работают только в пределах функции, да? То есть обязательно должна быть функция, которые что-то разрешают и мы можем сравнивать. Или еще существуют другие? То есть не только AssetApple, а также какие-то другие варианты тестирования. Есть другие варианты тестирования тоже. Вы можете полностью систему запустить, то есть вы запускаете проект и для этого проекта вы можете уже какие-то напрямую тесты делать. Но на самом деле тесты, эти unit-тесты, называется это, unit-тесты работают с методами, то есть с функциями. Но вы можете запускать в тестировании, вы можете запускать сам проект, то есть с какими-то конфигурациями, с какой-то базой данных и потом, то есть для тест, обычно как можно сделать? Можно создать тестовую базу данных, там уже есть какие-то определенные данные, которые вы можете работать. И ваши тесты подточить под эти данные. К примеру, вы создали CRUD, да? К примеру, там обращение к базе данных и работа какого-то модели, там для создания, удаления, изменения, получения списка, то есть CRUD полностью. Вы написали функционал для CRUD. И теперь вам нужно это все проверить. Вы можете сделать? А написать? У меня записать или как? У вас зависать что-то? Ну, окей. Возможно, сейчас он введет. Так, к примеру, вы создали CRUD, там у вас есть модель, например, модель называется User, да? У вас есть Get User, Save User, Update User, Delete User функции, которые работают с базой. Просто так функцию проверить у вас не получится, так как она должна работать с какой-то базой. Вот для таких случаев вы можете поднять в тестовом режиме ваш проект указанием каких-то своих конфигураций, тестовых конфигураций, которые могут подключаться к базе, может подключаться к тестовому API, может подключаться к тестовому другой системе и так далее. И он там будет работать. И вы отсюда будете передавать данные, сохранять базу, потом оттуда получать и проверять то, которое вы ожидаете. Вот здесь вот есть две вещи. У всех Asset функций есть два параметра. Один – это что пришло, а второй – это что ожидается. То есть Action and Expected. Там две такие вещи есть. И таких функций ассертов тоже много. Вы можете вот уже в базе, уже вы знаете, что там есть. И зависит от этого, вы вот статик стороне, когда вот видите, я просто напрямую строку написал. В этой стороне вы можете уже напрямую писать те данные, которые вы ожидаете. То есть не только методы, а можно и другие эти тоже запускать. Значит, есть что-то входное, и мы что-то ожидаем от этой программы. И она должна соответствовать. То есть если не равно, то значит тест не пройден. Да, правильно. А если в процессе тоже будет какой-то exception или выявленный тест, то тоже считается, что тест не пройден, да? Да, тоже считается, что тест не пройден. Хорошо. Скажите, пожалуйста, у вас на одном из скринов придет программный опко-тест. Программная опко-тест. Каким образом она появилась вообще? Она у вас уже есть. Когда вы создаете проект, например, на основе Мавина, Мавин автоматически у вас создает две папки. Если вы смотрели, там у вас есть папка main и папка test. И в main вы пишете свой код, а в тесте он автоматом… То есть можно из main через правую кнопку для любого класса создать класс для тестирования. Он сам автоматом создает, а потом уже там вы можете его заполнять. А каким образом при нажатии этой кнопки понимается, что нужно именно вот эти функции с… 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 проверять? Давайте я сейчас попробую сначала вам эти функции сейчас в лекцию объяснить, а потом в конце нашей пары я вам покажу в проекте, как это делается. Хорошо? Хорошо, что визуально у вас это все было. Итак, I can't с просто резюме I can do. Итак, есть методы, следующие методы. Assert array equals, assert equals, assert true, assert false, assert null, assert not null, assert same, assert not same, assert z. Значит, assert array – это значит, что он с массивами работает. То есть к результату вам приходят массивы, вы ожидаете тоже массив. Вот это делается. Assert equals, как вы видели, это сравнение двух элементов. Какой-то там строка, там число, там любое что-то может быть. Она равняется ли… То есть этот объект равняется ли другому объекту. Можно и напрямую объекты тоже проверять, так как, как вы знаете, в Java или в Kotlin они у них есть… В родительском классе есть такая функция как equals и вы можете в любое время его переписать и при assert equals он будет использовать эту функцию equals. Так, assert true, assert false – это значит, результат, который вы сейчас ожидаете, это true или false. Null, not null, чтобы проверить, является ли объект нулевым или не нулевым, пусть и нулевым нет. Same, not same и z. Вот этот z, он более комплексный. В z можно использовать немножко более сложную структуру. Я сейчас вам тогда пару примеров по каждому этому сейчас буду приводить. Итак, первое. У меня есть какой-то myUnit, какой-то класс myUnit, да. Я тестирую getTheStringAway. Вот, у меня есть какой-то тест. И указываю аббревиатуру, что собачка тест, значит эта функция будет мне тестирована. Итак, expectedArray. ExpectedArray – значит, что я ожидаю. Я ожидаю, что у меня будет там one, two, three, да. Вот такой вот массив будет, стаковый массив. ResultArray – это результат работы моего кода. Это myUnit.getStringArray. Значит, метод getStringArray. Вот здесь тоже вот getStringArray. Это одно и то же, одинаково написано. Просто перед ним слово test написано. Возьмемся в этом. GetStringArray передают на этот результат. И теперь assertArrayEquals проверяет expectArray и resultArray. То есть я вот, как вы видите здесь, что я делаю? Я говорю, вот этот вот метод getTheStringArray класса myUnit должен возвращать вот такой вот массив. one, two, three, да. Вот такой массив он должен возвращать. И я его запускаю. Вот этот метод запускается в реальном проекте. Он мне результат дает на resultArray. И мой assert проверяет expectArray с resultArray. То есть он сравнивает два массива. Если все нормально прошло, он ничего не говорит. Если они не совпадают, он кидает exception. Говорит, что не прошел тест как бы. В любой момент, когда какой-то любой assert у вас не совпадает, он останавливает проект в том месте, где эта ошибка произошла. Это значит проверка массивов. Также у нас есть assertTrue, assertFalse. То есть, к примеру, getTheBoolean, да. И в классе myUnit имеется getTheBoolean, метод getTheBoolean. Я могу проверить через assertTrue или через assertFalse. То есть, зависит от того, какое значение я ожидаю. Там true, ожидаю assertTrue. Ожидаю false, assertFalse. Следующий null not null. То есть, когда я получаю объект, я не просто не равно null как бы делаю, да, а делаю через assertNull. Хотя можно было там поставить скатный знак, там не равняется null, да, как бы написать. Но такое я не делаю. Почему? Потому что мне нужна не просто проверка, а с проверкой того, что если здесь будет null, чтобы мой код здесь остановился и в тестировании дал отрицательный результат. Так, как используется теперь same? Same – это значит, создается объект. Вот он, myNull. Создается объект и проверяется, к примеру, мой метод getTheSameObject, какой-то вот метод, который возвращает объект и вот то же самое, которое возвращает объект. Если этот метод в каждом запуске создает новый объект, то assertSame не срабатывает. Вот это проверка для того, чтобы… Есть такие моменты, когда вам нужно будет при обращении к какому-то методу, этот метод вам должен всегда возвращать одно и тот же объект. Ну, возможно, по… Возможно, по каким-то определенным атрибутам, параметрам функции, то есть, которые вы отсюда вот передаете. Возможно, другой объект будет передаваться, но при одинаковых атрибутах функции, при одинаковых оперантах функции, он должен возрастать один и тот же объект. В таких случаях вы делаете same. Если при каждом обращении он должен создавать новые объекты, вы используете тогда notsame. Вот. И следующее – это that. z немножко сложнее, у него там есть такой нет, дополнительные какие-то фичи есть, это как бы is и так далее. z. z – он сейчас, когда мы не описываем, как его сравнивать, он по адресу сравнивает, как и same. Same тоже по адресу сравнивает. z – вы можете туда уже какой-то код написать. То есть, вы можете описать какой-то бизнес-процесс, который будет сравнивать два процесса. Ну, здесь вот, как видите, просто string и числа сравниваются. В принципе, это простые вещи, которые можно было сделать через assertEqual, да. Но давайте я вам сейчас один еще другой покажу. Есть при z мы используем matters, то есть сравнители, да. Есть такие методы, как any is described as – это основные core функционалы. Any – это значит, что один из них, то есть вы можете дать, вы можете в expected, в ожидании написать там 5-10 значений, да. И при any, когда вы запускаете, он вам будет давать… Вам приходит только одно значение. И при any он будет сравнивать ваши expected с одной значением, с одной значением, которое пришло. И если это значение имеется в списке тех значений, которые вы написали внутри any, он будет вам говорить true. То есть, да, все совпало. То есть, к примеру, позовите студента из, к примеру, M1-19, да. То есть любой студент, один студент, любой один студент приходит из этой группы считается true. Почему? Потому что нам нужен кто-то один из каждой группы. Вот. Если из – это значит, как бы, позовите, пожалуйста, старство этой группы. То есть, если другой, любой один приходит, из не проходит. Почему? Потому что там есть конкретное указание, что это должно быть старство. Это вот при из. described as – это значит, он добавляется какой-то комментарий на matcher, и в зависимости от этой комментарии он вам возвращает значение. То есть, возможно, само значение не играет роли, а играет его описание. Это described as – это с описанием работает. Есть еще такие логические стороны – это all of, any of и not. All of – это значит проверить всевозможные matchery. Это когда у вас порядок, порядок значений у вас по-разному приходит при каждом результате. А expected – вы не сможете перебирать всевозможные варианты, да. К примеру, там сказано составить… К примеру, из шести человек составить всевозможные группы. То есть, множество, когда вы приходите… В множестве есть такое понятие, как создание групп из нескольких человек, да. И из шести человек, когда вы создаете разные группы, то у вас это будет шесть факториалок. Около семьсот двадцати групп, возможно, там можно будет создать из этих шести. А когда вы expected будете эти все варианты перебирать, вам нужно будет семьсот двадцать вариантов перебрать. А вместо этого вы можете сделать немножко логические выражения, как через All of или Any of. И через него вы можете сказать, что все ли сравнения у меня проходят. Или какой-то из них проходит или нет и так далее. Это для таких случаев, когда у вас результат считается правильным даже при разном порядке прихода данных. То есть, у вас есть список из шести элементов и эти элементы могут менять местами. И если они поменялись местами, он у вас считается все равно правильным. И для таких случаев вы не сможете, вам трудно написать expected value, так как для каждого изменения порядка вам нужно будет как бы писать отдельный тест. Чтоб такого не было, вы можете написать один matter, который проверяет для каждого элемента, есть ли этот элемент в вашем этом объекте и не смотря на правильность положения его в этом массиве. Вот для таких случаев используется такой вот All of и Any of. Not – это значит просто негативный, то есть предыдущий сравнитель, он дает вам негативный ответ, то есть не ранее. Для таких случаев он делает Not. То есть, вы можете сделать All of и результат All of поставить внутри Not. То есть, тогда он будет обратный, в таких случаях. Есть с объектами разные тесты. Это значит equals to, instance of, null value, same instance. Значит equals to – это тот же equals, который вы до этого проверяли. Там можно equals to описать. Instance of – это значит… Если помните, мы с вами в прошлой лекции, когда мы Design Patterns читали, там был Factory Pattern, который один и тот же паттерн мог давать вам разные объекты. То есть, по примеру Birds, да? Bird – это птица, класс родительский был, а конкретные отдельные птицы, группа птиц, другие уже, они были дочерними классами. И когда вам возвращается объект, да, вы его держите в переменном Bird, но на самом деле это какая птица вы должны проверить, вот тогда вы используете instance of. Instance of – и там varona, там, instance of, там, не знаю, другое. И instance of вам конкретно даст. Да, это instance, то есть это объект, созданный с помощью класса там varona, или там с помощью класса там другой птицы и так далее. Вот таких вещей можно через instance of проверять. Ну, not null – это мы как бы смотрели. А same instance – это значит, что вы создаете объект, и потом с этого объекта вы как бы делаете какой-то… через какой-то другой класс его каким-то образом меняете. И в результате этот класс должен на самом деле вернуть тот же объект, который вы передали через аргументы, но только с дополнением или какими-то изменениями, да, нежели создать новый объект, копировать все данные туда и потом передавать. Вот same instance проверяет то, что результат вашего метода – это тот же объект, который до этого передавался. Вот при таких случаях используется same instance. То есть проверка exact same instance as another. Два переменных, которые указывают один и тот же объект. Как это все делается? Это значит, делается таким образом. К примеру, у меня есть такой вот проект. Вот base matter, base matter. Я делаю вот expected – объект какой-то, что я ожидаю, да. Boolean match – если этот объект равняется объекту, который я передали. Describe to – это значит, какой-то description мне дается, и я в description добавляю текст, что ожидаемый вот этот объект – перейдем на строку. Это description, а это как бы matter. Потом этот matter я могу использовать в asset z. Таким образом, что вот, у меня есть myUnit get the same object. Я вызываю get the same object и matches constant string. И constant string – это значит, какой-то строковой этот объект был. Такой объект мы через equals должны его проверить. И, значит, get the same object – он должен возвращать слово constant string. А этот matches – он будет проверять его равенство через вот этот вот matches. Вот этот matches и equals. Через него это все будет проверять. Вот такой случай. Или exceptions – это значит, прерывание при неудачном выполнении вашего кода. К примеру, вот он – throw illegal argument. При любой случае мы кидаем ошибку exception. И вот, когда я делаю тест, я делаю myUnit throw illegal exception. Вызываю он и здесь я expected, я ожидаю, что у меня будет illegal argument exception class, который совпадает с вот этим. То есть, как вы видите, я вызываю тест, который должен вернуть exception. Вот он, я его вызываю. И здесь у меня ассерта нету. А вместо ассерта у меня наверху в тестах я указываю, какую ошибку я ожидаю. Вот так. Ок? И так, идем дальше. Там дальше немножко сложнее будет, но ничего, я думаю, что пройдем. Есть EO testing. EO – это значит input-output testing. Это значит, когда вы работаете с файлами или с потоками и так далее. При таких случаях вот у вас есть input какой-то, который читает откуда-то, да. Он может быть console, может быть file, может быть stp, ftp, там другие как бы каналы. И когда это все работает, если все правильно работает, он будет append делать. Если он неправильно работает, он какие-то другие действия будет делать. Вот такой вот string. И при тестировании что мы можем делать? Вот я передаю значение 1, 2, 3, 4, 5, 6, и так далее, и так далее. Вот такой. На байты, да. И эти байты я через array input-stream передаю на наш input. И юниту говорю, юнит, прочти мой input. Вот этот вот мой input на самом деле. И в результате он должен дать для каждого get 0, 1, 2, 3, 4 вот такой вот parse. Потому что здесь, как я делал, он читает из input какие-то строки пассивные, да. И если там есть запятая, то он, если это не запятая, он добавляет строку на предыдущую строку, символ на предыдущую строку, но если это запятая, он здесь прерывание делает, создает новую строку и дальше работает. То есть он, на самом деле, в массиве tokens должен, подобие как split, разбить все мои строки. Вот он. Вот, значит, я отдаю ему какую-то длинную строку, он его читает, разбивает эту строку по запятым, которые вот здесь вот указаны, да. И так далее, и так далее, вот. И каждая часть этой запятой, он будет пренумеровано с нуля там до пяти, и вот я должен каждому отдельно-отдельно проверить. Это ее input, это значит, я проверяю, работает ли мой input, работает ли мой while, работает ли мой if, и какой input у меня будет, это не важно. Это консоль и так далее, а я могу его через простые byte-array передать в таком вот виде. Это для ее input. Так. Следующий, это для базы dumb. Например, был вопрос, он будет просто проверять методы или нет. Нет, не только методы, а можно и базу тоже проверять. Вот, к примеру, insertABC я даю две значения, две строкового значения, да, передаю туда, и потом я читаю из базы первое значение. Если первое значение one, то я его сравниваю. Вот. То есть я сохранил в базу, потом делаю read, то есть когда мы работаем с базой, нам нужно будет парные проверки. То есть записать, получить по ID, записать, получить по списку, изменить, получить по ID, удалить, получить по ID и так далее. Вот. Это значит через insert, как мы это делаем, через update, как мы делаем. Вот. Изменили первое значение на one, one, потом читаем первое значение, результат должен быть one, one. Делает one, удаляем первое значение и читаем первое значение из базы и проверяем, должно быть null. Если возвращается null, значит все нормально работает. Вот так вот. Это все по базе. И последнее, напоследок могу сказать, это то, что тестовые классы, они запускаются в таком виде, как не просто один раз вот такое вот слово тест написал в заголовке и все, нет. Есть дополнительные аннотации, это before class, after class, before и after. Before class это значит до того, как создается класс, что нужно сделать. After class это значит, когда мы уже завершили класс, что нужно сделать, когда destroy. И before, after это значит, перед тем, как начинать тестирование этого класса, что нужно запустить и after, что нужно сделать, когда у вас уже все закончилось. Это когда вы можете использовать, когда вот вы тестируете базу, вам нужна какая-то база, вот такой connection вам нужен, правильно? Этот connection вы можете поставить, например, на before, на setup, вы можете connection поставить и он будет соединяться к базе и внутри ваших всех тестов в этом классе. Для всех этих тестов этот connection будет держаться и вы можете для каждого случая отдельные тестовые методы написать. А connection у вас будет он один. А после того, как у вас тесты закончились, вам нужно будет разрыв connection, то есть отключить connection, чтобы он не держал, да? И тогда вы делаете на собачка after, например, там tear down, да? И там делаете connection close. Вот так вот. Это все возможные варианты нашего т.д. Да, здесь есть какие-то немножко сложности и так далее, но моя цель сегодняшняя была объяснить, что есть такой вот вещь TDD-тестирование, TDD-девелопмент и возможно завтра, когда вы это будете использовать в программировании, и возможно какие-то части вашего кода упростить, то есть время разработки, то есть проверки при вашей разработке вот так упростить. Пока что по TDD вот эти вот. Давайте теперь, если есть вопросы, я вам отключу на вопросы, а потом я вам покажу реальный пример, как это все делается. Есть вопрос по поводу вот предыдущего слайда про объявление тестов, например, before class – это что? Какой класс? Before class? Before class – это что за тест? Это не тест, это подготовка к тесту. То есть перед тем, как создается этот класс, вы можете какие-то действия сделать. К примеру, там написать логи, что я хочу создать класс, у меня количество классов в оперативной памяти там 120. Так, после создания, что у меня будет? Вот такое там вещи можно написать. То есть это объертывание before и before class – это объертывание метода или класса перед тем, как запускается этот метод или запускается этот класс. Вообще порядок вот такой, да, то есть before идет первым, потом перед занятым классом – это after class и все же вычитаем все это и все. Так, здесь порядок такой. Идет сначала, значит, так, на самом деле сначала before class, потом before, потом after, а потом after class. Значит, если я хочу какую-то конец, я должен делать before class? Нет, вы можете его before сделать. Потому что before – это значит после того, как вы класс создали уже, и, то есть класс, да, класс этого теста, теста создали, а потом уже before запускаете. А, это before перед тем, как функции начинают? Да, 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 да. Перед тем, как запускаются все функции, вот это before запускается. Это before class – класс, который находится в тесте, а не в вашем классе. Это вы при тестировании, вы не будете менять свой основной класс, который при разработке использовались. А вы будете в отдельной папке, в папке тест, будете отдельные классы создавать. Подобие тех, которые у вас есть в основном. И вот этот before class – это класс, который находится в тестах. Для него это относится. А вот этот класс, он должен быть перед объявлением класса или как должен быть? Он внутри класса будет. Он внутри класса будет. Ну, давайте я тогда как пример вам один покажу, чтобы более-менее понятно было. Хорошо? Да, хорошо. Хорошо. Корочеort.